приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня поговорим о том как вы можете вычислить тех людей тех врагов недоброжелателей кто ворует у вас богатство изобилия достаток благополучие и даже здоровья это завистники и именно это укажет на это обязательно просмотрите друзья это видео от начала до конца будет много очень полезная важная цена информации но прямо сейчас ставьте лайк этому видео а в комментариях напишите слово дар тогда вы сможете достигнуть денежного изобилия самое ближайшее время и так друзья каждого человека от самого рождения и на протяжении жизни окружают различные энергии они влияют на энергетика энергетику человека в целом если человек окружает много положительных энергий его жизнь складывается благоприятно изобилие достаток счастья удачи успех любовь только приумножаются вокруг него он всегда знает чего хочет имеет силы и возможности выставлять цели строить планы несмотря ни на что добиваться их с таким биополем и в окружении светлых энергий не о чем переживать будут силы отбивать потоки негатива которые могут отправлять недоброжелатели вот если человека окружают потоки негативных энергий это вместо помощи только вредит ему энергетика ослабевает из-за чего различного рода проблемы и неудачи приходят в жизнь такого человека постепенно выталкивая все светлые энергии из нее поэтому очень важно следить за своим биополем и энергиями которые вас окружает ведь от этого как вы уже понял поняли полностью зависит какая жизнь у вас будет для того чтобы биополе было сильным а с каждым днем только укреплялась стоит под матрас положить четыре веточки лаванды создав из них квадрат на протяжении четырех дней его заговаривать проговаривая такие слова лаванда биополе укрепляет сила его наделяет с каждым днем она будет сильней а мне с ним счастливее и веселей раз три месяца веточки нужно менять а прошлый сжигать на природе для того чтобы очищать биополе стоит поджечь веничек и зверь из веточек крапивы шалфея и можжевельника а курить себя проговаривая при этом такие слова биополе очищается каналы открываются энергии сильные привлекаются и положительно на мне отображаются веничек нужно затушить и вынести на природу хорошо оставить возле водоема когда курите себя трижды умойтесь в этот момент представляя о том что вода дает вам животворящую силу ваша биополе становится крепким благодаря чему вы будете находиться под сильной защитой что притянуть сильной энергии возьмите три тоненькие восковые свечи встаньте утром далее откройте окно чтобы чувствовать свежий воздух далее подождите свечи и водите ними одновременно по периметру своего тела сначала скажите молитву которую вы знаете после чего трижды такие слова огонь свет излучает энергии такие же привлекают будут меня окружать дорогу мне освещать в нужном направлении направлять не пойду все наилучшее обрету когда закончите поводите плечами на для над левой ступней затем над правой далее поднесите на уровень груди после чего внимательно следите за огнем старайтесь не моргать визуализируйте думаете о том какие именно энергии вы желаете привлечь возможно данном жизненном этапе вам какая-то нужно в большом количестве так и скажите вселенная услышит ваш посыл и вы обязательно получите то что желаете свечом дайте догореть после чего выбросите их эти простые советы но во многом помогут вам ведь содержать целостности биополе лучше чем его восстанавливать после негативного влияния со стороны она может произойти в любой момент поэтому всегда нужно быть на шаг впереди и перестраховываться к сожалению не все люди которые нас окружают с которыми сталкивает нас жизнь относятся к нам с чистой душой некоторые приходят в нее для того чтобы научить нас чему-то или же указать на ошибки необдуманные поступки другие же для того чтобы испортить нашу жизнь так как так как считают что имеют на это право что это не они ленивы так как не стараются изменить свою жизнь в лучшую сторону и довольствуются тем что в ней есть а мы слишком удачи ведь и из их мышление следует что в нашу жизнь все приходит по щелчку пальца они даже не задумываются о том что для того чтобы наша жизнь была такой какая она есть приходится немало потрудиться что постоянно нужно что-то изучать прибегать к знаниям предков соблюдать все правила а это уж совсем непросто часто такие люди думают что деньги любят нас и поэтому есть в нашей жизни в большом количестве но не думают о том что для того чтобы установить крепкую связь денежной энергией пришлось потратить немало времени сил а также приложить усилия работать сверхурочно и искать дополнительный заработок ну и конечно же есть и такая категория людей которая любит нас за то что мы присутствуем в их жизни радуется за наши успехи за то что мы можем жить полное изобилие жизнью порой позволяя себе даже больше чем могут позволить они ведь не считают что в отношениях деньги имеют значение но к сожалению таких искренних и чувство сердечных людей в нашей жизни единицы большинство кого мы такими воспринимаем просто красиво играют свою роль умеет маскироваться а на самом деле только и ждут возможность чтобы причинить вред отобрать то чему завидует так как зависть не дает им спокойно жить желает чтобы у нас возникали постоянные финансовые проблемы чтобы денежная энергия покинула нас навсегда им хочется чтобы мы жили жизнью наполненной проблемами бедами и отсутствием денег часто такая категория людей отбирает энергию того кому желает зла но они не понимают что получил чужие энергии они не изменят свою жизнь в лучшую сторону так как они их не заслужили не притянули а отобрали наши предки когда-то говорили на чужой беде свое счастье не создашь этого правила обязательно стоит придерживаться абсолютно во всех сферах жизни если человек не хочет заниматься своей жизнью не желает улучшать то что хотел бы ничего хорошего в его жизни не получится он только мысленно будет двигаться вперед а на самом деле останется на одном месте никаких приятных изменений не будет его жизни только скука и однообразие если человек постоянно движется вперед не стоит на месте у него вырабатываются жизненные силы энергии которые нужны для того чтобы она была полная чаша изобилия но если человек отказывается совершать какие-либо шаги он будет терять жизненные силы внутренняя энергия не будет вырабатываться ко всему этому данный человек будет терять и остальные энергии так как все силы будут уходить на то чтобы следить и вмешиваться чужую жизнь как же определить такого человека ведь если он есть среди вашего близкого окружения от него лучше держаться подальше если у человека есть внутренняя энергия он успешен удачлив его любят и уважает окружающие люди как в семье так и на работе у такого человека есть в окружении и искренние друзья он изучает уверенность своих силах и завтрашнем дне любит много улыбаться помогать окружающим а тот у кого нет внутренней энергии становится неуверенным своих силах что сказывается на окружающих людях так как данный человек все время хочет преувеличивать свои способности действия приукрасить все что его окружает такой человек излучает злость он вечно не удовлетворен поэтому его так интересуют и жизни других людей о таком человеке можно сказать что он сам спокойно не живет и другим спокойно жить не дает категория таких людей всегда относит себя к самым красивым в большинстве случаев внешность у них очень посредственная самыми умными но в этом они также не дотягивают до такого уровня но стараются все время подчеркнуть то насколько они умны моем присутствии когда-то такая женщина доказывала другой с двумя высшими образованиями красивой и обаятельной успешной что и просто везет что она и без образования знает больше чем она а в разговоре постоянно перебивала ее со словами а вот у меня вот мои дети а вот моя семья а вот вот все не было лучше хотя заслуги и в этом совсем не было такие люди считают что они гений что они могут все просчитать всех обмануть обхитрить но когда начинают действовать ничего из этого не получается так как со словами далеко не уйдешь такие люди говорят что не могут многого добиться но не делают это потому что в этом постоянно кто-то виноват то нам уже потрачены лучшие годы то одежду не покупали хорошую и сейчас догоняют это время так как детей растили то родители не помогли не дали старт в жизни на работе дорогу перешел сотрудник ему дали должность только потому что у него влиятельные родственники они потому что он умнее усерднее усидчивее и старательнее такая категория людей постоянно любит кого-то обсуждать они во всем находят что-то плохое все заслуги других людей не заслуженные все то что они имеют это просто стечение обстоятельств они старания что денежная энергия на самом деле никого не любит просто одним иногда везет такие люди даже у самого чистого души человека найдут какой-то изъян любой поступок перевернут так как им этого хочется ведь для них важно только то чтобы им было хорошо их не волнует то что у других людей в душе не имеет значения мысли и желания тех кто их окружает так как они считают что все недостойны их а когда от них отдаляются начинают обижаться и высказывать то что с ними не желает проводить время они потому что они себя как-то не так ведут что возможно проблема того что в их жизни что-то не так не в других люди а в них самих для таких людей самое важное в людях деньги они общаются только с теми кто может им что-то давать и не важно это вторая половинка дети родители друзья если им не давать деньги не выступать спонсором в их хотелках в них сразу будут портиться настроение отношения к тому кто не поступил так как они того желают такие люди имеют достаточно сильное биополе и благодаря этому способны негативно влиять на окружающих людей подавляя их силу воли не стоит потакать таким людям они все равно ничего не оценят им постоянно всего будет мало сколько вы бы не дали им не хватит запросы будут только приумножаться и приумножаться они никогда не радуются за успехи других людей им не важно что происходит в жизни другого человека на них важно только чтобы все было так как им нужно они всегда когда у человека в их окружении все хорошо будут стараться это приуменьшить например ну подумаешь чему тут радоваться или интересно чего же тебе так везет чем ты особенный чем я и так далее чем портит окружающим настроение притягивая негативные эмоции которые отберут у человека то что он приобрел тогда у них на душе будут радостно и хорошо если человек делится хорошей новостью и при этом улыбается такой человек сделать все чтобы улыбка ушла проговори при этом такие слова а а чего вот улыбаться сегодня хорошо завтра плохо или разве это успехи чего улыбаться я не не улыбалась бы на твоем месте таком случае данной фразы человек старается у вас отобрать то что приносит вам радость поэтому нужно оборвать эту фразу и проговорить ты не на моем месте и на нем не будешь на своем дело что пожелаешь так вы человека данного проучить и не позволите отобрать у вас то что доставляет именно вам радость эти люди злые и завистливые они часто ходят в церковь чтобы прятать свою истинную душу их зависть настолько черна что они не разграничивают через время кому ее испытывают трудных случаях доходит даже до того что такое чувство может проявляться самым близким людям они готовы приложить все усилия для того чтобы разрушить то что когда-то давно и долго кто-то другой строил не готовы потратить на это силы и энергии они считают что все их поступки справедливы что они восстанавливают баланс так как не может быть так что у одних есть все а у других ничего или же не то чтобы они хотели получить в свою жизнь но они не задумываются о том что это только благодаря их собственным усилиям у них такая однообразная и неинтересная жизнь у тех кто желает жить чужой жизнью контролировать ее которые хотят отобрать то что им не принадлежит низкие вибрации негативные энергии вокруг них только прирастают приумножается день и за дня что в результате приводит к тому что их разрушительный негатив не только окружает но и разрушает изнутри от таких людей стоит держаться подальше так как они способны разрушить энергетику и жизнь всех тех кто их окружает они способны перекрыть доступ светлых добрых и денежных энергий вашу жизнь так как богатство бывает не только материальное но и душевное физическое то они будут влиять на все из этого можно лишиться любви гармонии работы семьи а порой жизни в целом если влияние будут на протяжении долгого периода времени поэтому отдаляйтесь от таких людей как можно быстрее не позволяйте им влиять на вашу жизнь так как ничего хорошего в этом нет и не оправдывайте их поступки они так делают только потому что желают что это истина ни один умный мудрый добрый человек не будут себя так вести вот вам и стоит оставить за собой право не впускать его свою жизнь свой дом и даже в окружении чтобы потом не думать как избавиться от такого разрушительного воздействия такие люди хорошо принимают слабость молчание за то что их боятся поэтому пусть вы пусть поэтому живут свои неудовлетворенной замкнутой и озлобленной жизнью но в стороне от вас а вы продолжайте следить за чистотой своего биополя за окружающими вас энергиями и живите и далее прекрасной полной изобилия жизни безденежны и каких-либо других проблем девочки мальчики мы надеемся что эта информация была для вас полезна и важно прямо сейчас ставьте лайк в комментариях напишите слово дар вы обязательно сможете достигнуть денежного изобилия самое ближайшее время но прямо сейчас на экране друзья вы видите два всплывающих окна это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которое он на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам мыслимых и немыслимых благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео